Единственный пострадавший, госпитализированный после пожара на Ухтинском НПЗ, переведен из реанимации в травматологию. Как сообщили в Минздраве, здоровье мужчины 79-го года рождения, а это сотрудник предприятия, ничего не угрожает. У пациента диагностированы ожоги лица и травма груди, но вся необходимая помощь ему предоставлена в полном объеме, заверили врачи. Он стабилен, давление пульс в норме, адекватен в сознании, контактен. Во времени и пространстве он ориентирован. В общем-то, вопросов по нему у нас нет. Тем временем о результатах оценки нанесенного ущерба говорить пока преждевременно. Так, последствия пожара на Ухтинском НПЗ прокомментировал министр промышленности Александр Ремига. При этом, напомним, глава КОМИ дал поручение оценить возможный ущерб в кратчайшие сроки. И хотя Лукоил официально уже распространил информацию о том, что загрязнения окружающей среды и негативного влияния на здоровье жителей Ухты не было, окончательные выводы все же по этой чрезвычайной ситуации сделают контролирующие органы. Я был постоянно на связи с Магомедом Магомедовичем. Он организовал специальный обход ближайшего жилого фонда. Стекла ни у кого не вылетели. В Минприроды пояснили, что основную проверку проводят сейчас федеральные структуры. Так, Росприроднадзор готовит расчет ущерба по факту загрязнения воздуха. А поиском причин аварии занимается Ростехнадзор. Минимум, что грозит целукой Лухта нефтепереработки, это начисление сверхлимитных платежей за загрязнение, подлежащее оплате в республиканский и местный бюджет. Напомним, в результате серии взрывов с последующей разгерметизацией девяти емкостей колонн на почву с последующим воспламенением вылилось более полутысячи кубометров дистоплива. Тогда как могло гораздо больше, если бы не оперативная работа специалистов. На месте ликвидировали возгорание 104 человека и 19 единиц техники. Основная задача, когда возник пожар, была отстоять нефтеналивную эстакаду, где происходило распределение светлых нефтепродуктов по железнодорожным цистернам. Их 64 было на это время. Основная задача была пожарных подразделений защитить эту эстакаду и эвакуировать оттуда железнодорожные цистерны. Потому что, считайте, это было бы еще 64 взрывов. Тем временем, о малозначительности влияния ухтинского пожара на рынок нефтепродуктов говорят финансовые эксперты. И этим успокаивают спекуляции на тему цен на топливо. Ухтинское НПЗ в структуре Лукойла, как оказалось, считается самым маленьким. На него приходится лишь 5% от общего объема переработки компании. Также указывается, наш НПЗ является, увы, еще и самым низкотехнологичным среди заводов Лукойла. Коэффициент использования его мощностей лишь слегка превышает 50%. В этой связи показательно, что для котировок акций компании, например, этот пожар оказался нейтральной новостью.